Ас-саламу алейкум. Алейкум ас-салам. Как зовут? Хизбулла. Гадавал. Султан. Ас-салам. Ибраим, очень приятно. У меня такой вопрос. Какова ваша вера? Религия. Ислам. Ну, нормально, да. Не, мусульманин или христианин там, кто какая? Мусульманин. Альхамдуллах. Альхамдуллах. Альхамдуллах, брат. А почему вы мусульманин? Можете ответить на этот вопрос? Почему? Да. Кадар священного Аллаха, брат. Благодарю Всевышнему, что он меня сделал из числа мусульманин. По милости Аллаха, конечно, как-то. Почему? Какая-то же причина должна быть или это как бы по наследству досталось? Не по наследству, а с самого рождения. Но так Аллах распределил, чтобы мусульманин. Почему? Что? Потому что это истина. Ну, потому что, во первую очередь, с детства, да, вот родители направили на этот путь. И поэтому я, естественно, изучал эту религию. И я без сомнения веру именно в эту религию. А ты почему? Как думаешь? Почему ты мусульманин? Это истинная вера. А вот, например, если бы христианина себя спросил бы, он бы сказал бы, ну, я христианин, потому что христианство истина. Каждый же может сказать то, что вот моя религия истина. А чем отличается именно? Ну, если так сказать, очень много есть доказательств, что... Ну, например, вот атеист подошел, сказал, вот, я атеист, я интересуюсь исламом. Можешь доказать мне, почему именно ислам истина? Как бы ты ему объяснил бы? Ну, смотрите, ну, вот телефон возьмем. У него есть свой создатель даже. Да. А тогда живой человек, он же не может сам от себя происходить. Ну, а ты скажешь, например, вот, природа, например, создала, это их популярный ответ. Вот на это что бы ты сказал бы им? Сказал бы, что для каждой вещи нам нужен свой создатель. Как бы все живое, это само от себя не может происходить. Потому что есть примеры, вот, технологии все. Они же сами от себя не происходили, как бы. Тогда ему нужно посоветовать, чтобы он посмотрел пошире на этот мир, там, на его красоты, как Аллах все обустроил, как устроил мир у нас. А, например, он сказал бы, что вот все это природа создала. Как на это ответили? Это хороший вопрос. Ну, как-то, беседуя с человеком, можно это, это каждому человеку, наверное, свой индивидуальный подход надо объяснить. Ну, вот, например, вот ко мне какой подход? И вот я ищу истину, я говорю то, что все создала природа. Ну, надо как-то объяснить тогда, что природу тоже, что природу создал Аллах, вот так вот. Природу, вот, говорите, создал Бог. А кто создал, например, Бога? Ну, такой вопрос тогда, надо сказать, что такой вопрос неуместен, что задавать такой вопрос. Почему? Потому что он не нуждается в этом, как сказать. Такими, так словами не передалил. Ну, я сам знаю, что в душе что-то существует. Ты же, например, намаз делаешь, уразу держишь же даже? Да. А вот ты в школе учишься? Нет, я в колледже. В колледже? Вот представь, твой одногруппник, он вот начал сомневаться в Боге, он говорит, вот мне кажется, вот Бога нету, все это люди придумали. Вот как бы ты объяснил бы ему, что бы ты ему сказал? Вот представьте, что ваш сын уже, например, сомнение у него. Сказал, вот отец, а почему мы мусульмане, а почему ислам это истина, почему не христианство, например? Вот как бы вы ему объяснили бы это? Объяснить сыну, что ислам это истина, это, конечно, надо показать дома своим поведением, примером. Это уже целая наука. Если мы сами, родители, мы благодарны, что мы в исламе. И если мы сможем донести это до наших детей, хотя бы, вот минимум, да, вот членам нашей семьи, это, я считаю, большое дело. Если человек начнет размышлять, все сравнивать, все познавать, все, я думаю, придут к исламу. А вот как вы к этому пришли, какие размышления у вас были? К счастью, я родился мусульманином, и для меня этот путь легким оказался. Получается, если бы вы родились, например, в христианской семье или другой, вы, получается, были бы христианином или как? А вот если бы, например, ты родился в христианской семье, получается, ты был бы христианином? Получается, так. Это уже знает только Всевышний, но если бы я начал размышлять, сравнивать, то я бы, думаю, тоже пришел бы к исламу. А какой хотя бы маленький довод у вас есть, что ислам отличается от других религий? Это все надо узнавать, читать. Если человек начнет, я думаю, он узнает, что такой ислам. А вот если бы... Ислам — это истина. А вот если бы я предоставил вам книгу, вы прочитали бы ее, где вот есть именно вот такие доводы? Конечно, почитал бы. Прочитайте, Ниша, вот эту вот книгу из Аттисова Дару Фикар. Это вам. Все. Вот эти моменты все тут разбираются. И про христиан, и про атеистов. Хочу вам обоим вот эту книгу подарить. Тут от Дару Фикар и Задательство. Тут есть ответы вот на такие вопросы. Например, если у вас там в школе или где учитесь? В школе, да? Ну, в школе студента. Студент, да. Вот, например, если одногруппник подойдет, скажет, вот, я сомневаюсь. Вы же знаете, сейчас такие нефоры и прочие вот эти есть, да? Да, 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 чтобы вы им могли ответить, да, еще одну, Исмаил? Вам спасибо огромное. Варакова. Нам было очень приятно с вами. Вопрос тоже. Канал Абу Хальда Турки называется. Дорогие братья и сестры, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Фонд Сабр сегодня открывает срочный сбор для наших детишек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Он собирает деньги на сладости, игрушки и подарки. Чтобы совершить это доброе дело, достаточно перечислить любую сумму пожертвования на указанные реквизиты. Или же сделать репост этого видео. Пусть Аллах примет ваши садыка и приумножит во многократном размере. И пусть Аллах вознаградит вас за ваши благие деяния.